Продолжение следует... Продолжение следует... И мы начинаем. Вот как-то в тему я нашел демотиватор суды в Кыргызстане. Посмотрите. Так. Ну, я тебе на это так скажу. У нас, на самом деле, копия покороче. Да? И что у нас там по новостям? Есть что-нибудь интересное? Ну, новость такая, ребят. Целая неделя прошла со времен нашей последней съемки. Я так соскучилась. Мы так тебе сразу поверили. Вот у меня какая новость. Давай. В Бишкеке пройдет первый открытый фестиваль гриля среди кафе и ресторанов. Ну, наконец-то. А то вся страна проголодалась уже. Вот это фестиваль. Фестиваль. Прям куры пройдут, значит, парадом по площади с транспарантами. Будут слышны крики в поддержку пернатых. Это такое вот куриное шествие, что ли? Да, а некоторые из них лавашом так завернутся, такие, по 300 сон себе будут продавать. Фу, продажные куры. Продолжение новости. Так, на фестивале можно будет попробовать блюда, приготовленные по традиционным рецептам разных стран мира, посмотреть кулинарный мастер-класс известных шеф-поваров, посетить выставку специализированного кухонного оборудования, стать участником интересных состязаний и музыкальной шоу-программы. Короче, они просто хотят отжарить их всех. Да-да-да. Кстати, вот именно по этой причине в Москве отменили гриль-парад. Да-да-да. Раз мы заговорили о еде, у меня вот есть еще новость. На Иссыкуле начали производить вяленое мясо. Об этом сообщил ассистент проекта «Одно село, один продукт» Шакирулу Эмиль. Причем производить это мясо они начали не специально, можно даже сказать случайно. Знаешь, как было на самом деле? В течение месяца они продают это мясо как свежее. Никто не купил, бац, начинает производить вяленое мясо и продавать его. В США такое мясо, я продолжаю, пользуется особой популярностью, поскольку оно полезно для здоровья, считается диетическим и легко усваивается. Продолжает все тот же Шамиль Улу Эмиль. Не только ценный мех, но и три, то и четыре, для кого своей было мясо. А вот и новость, вытекающая из двух предыдущих. В Кыргызстане число недоедающих сократилось с 15 до 6%. Ура, товарищи! Контроля за ними нет. Вот у меня, например, в детстве, у меня мама следила за этим. Не доедаешь, она говорит, тогда я у тебя куклы заберу в воду. Странно, у тебя детство не было. Да, какое-то. Вот это чудеса телевидения называется. Рассказали про еду и сразу количество голодающих сократилось. Теперь бы найти новости про квартиры, про дорогие машины, про дорогих собачьих в конце концов. Точно. Или, например, про пышные усы. Пышные усы. Мне бы подошли пышные усы. Ну да, а Нарбаев Буденный. Ладно. Давайте следующую новость прочитаем из разряда 26 новых кадиллаков. 26 новых кадиллаков XTS, общей стоимостью более 52 миллионов сомов, прибыли в гараж крыгызского правительства. Власти утверждают, что это подарок от Китая. Пользователи интернета сомневаются в его целесообразности. Вот, китайцы прямо расщедрились. А я в этом, знаете, сто процента какой-то подвох чувствую. Да, конечно. Правительство в этом тоже убедилось. Как? На таможене приехали машины, и они читают вместо кадиллак гатилляк. Это как, адибас, да? Панасо Аник. Ну здесь, кстати, продолжение есть. Это машины представительского класса. Они предназначены для встречи гостей. Сказал Мелис Эрджигитов. Сразу намекает, мол, мы в гости приедем. На нормальных машинах нас встречайте. А мне кажется, они нелегально приезжают, их на границу пропускают. Открываешь багажник, а там 2-3 семьи уже. Да, еще соседями? Соседями. Ну подождите, 26 кадиллаков. Это значит, что соседями, семьями, да, целое нелегальное село к нам переехало. А вот я думаю, вот почему этот грант выдали именно кадиллаками? Можно же другими полезными вещами выдать. Там, я не знаю, деньги, учебники, ну в конце концов овощи, хрен там. Или редька. Или редька. Поскольку, да, хрен редьки не слаще, как говорится. Да, те же самые спандеры. Но ты знаешь, нет, я все-таки уверена, что когда правительство узнало о таком подарке, оно возмутилось. Нет, говорит, не надо. Да, это примерно вот так выдело. Может быть, вы нам скорыми машинами дадите? Или там учебниками? А китайцы, китайцы в ответ. А как же кадиллаки? Может все-таки кадиллаками? Нет, кадиллаки не надо. Правительство точно так и было, да? Нет, ну, кстати, у нас теперь есть 26 кадиллаков на сумму более 100 миллионов сумм. Вот я посчитала, да, сейчас. Так получается, если у нас они есть, то чего-то у нас нет. Потому что когда что-то приходит... Что-то уходит. Что-то уходит. Всегда же так. Да. Да. А вот у меня другая новость. Новость из другого источника. Напомним, что в Кыргызстан 15 июня на грантовой основе из Китая прибыло 46 автомашин марки Cadillac XTS. 46? 46. А где еще 20? Так, ну вот еще недельку подождем. И вообще услышите новость из Китая. Мол, вот вам два Жигуля. Правительство Китая подарило правительству Кыргызстану два красных Жигуленка. Новость из рубрики «Отте, брат, стусом». Пасай, пожалуйста, песен. Мы с тобой в одном вальсе кружимся. Давай с тобой подружимся. Я же переначал так как-то. Кыргыз-патент. Кыргызские исполнители выступают на корпоративах за 300 долларов. Это бьет по их самолюбию. Они на самом деле не для этого учились в консерватории. Вот это я поддерживаю. Ну да, да. Вот это я поддерживаю. Давно пора поднять ставки. Кстати, пользуясь случаем. А ты, Камчи, в той свадьбе, юбилее, тушу той, что угодно. Похорми, да. Недорого. Недорого. Нет, а ведь это правда. Вот бывает стою на мероприятии, смотрю, подъезжает такой наш кыргызский исполнитель на своем новеньком Лексусе. Подъезжает такой. Грустный. Грустный, и глаза смотрят на меня. Прям вот чувствуется, как вот этот новый Лексус прям бьет по его самолюбию. Аж прям самооценка заниженная. Не смог купить друг этот, гадилак. 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 Я продолжу. По словам начальника юридического отдела кыргызпатента Нурджамал Ильясовой, зарубежный бизнес не опускается до этого. Ну, я думаю, что каждый начальник юридического отдела кыргызпатента просто должен быть в курсе зарубежного бизнеса, иначе собеседование не пройдет. А почему кыргызпатент этим заинтересовался? Вот именно. Я продолжу. Надо за это платить достаточно много. Наши отечественные исполнители вынуждены опускаться до этого, сказала она. У меня такое ощущение, что она сама собирается скоро стать певицей. А может быть у меня родственники какие-то есть, которые мало зарабатывают, и она вот собирается их пристроить и уже заранее готовит почву. Вот меня тоже иногда просят провести там свадьбу за какие-то 700 долларов. Прям вынуждают. Вынуждают. Я не хочу, но меня вот так просят. Вынужден согласиться. Вынужден согласиться. Как мои пышные усы. Ой, вот ты заладил со своими усами. Реклама.